Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Прио. Само собой, в тот момент, когда идет освоение рейда, в тот момент, когда вы прогрессируете в нем и стараетесь закрыть его как можно быстрее, пользоваться сторонними сайтами можно и нужно. Например, есть замечательный сайт Warcraft Logs, на котором можно просто-напросто глянуть логи других гильдий, глянуть, кто какие легендарочки использует, кто в каких талантах бегает, и сколько кому было кинуто преданий сил. Можно глянуть абсолютно все, кто как жмет ротацию и все такое прочее, но сегодня речь пойдет о другом сайте, который просто-напросто показывает вообще всю информацию о гильдии. Сайт замечательный и прекрасный, давайте его рассмотрим. Сайт под названием progstatsmlson.net Окей, что нам предлагается? Собственно, WoW Progression Stats. Абсолютно вся статистика о прогрессировании в Warcraft каких-либо гильдий. Что нам нужно сделать? Нам нужно вставить ссылку на Warcraft Logs, Raid.RO, WoW Progress или ссылку из World of Warcraft Armory. Ну, имеется в виду из официальной оружейной Blizzard. Возьмем ссылку из WoW Progress и ее немножко нужно будет изменить. Сделаем все на примере нашей гильдии. Беруем полностью адресную строку, вставляем ее. И все вот эти буквы, которые изменены, нужно их просто-напросто прописать вручную. WoW Progress.com, GuildU, далее Гордуни. Ну и название гильдии можно уже написать на русском. Автоматически, даже без моего клика, идет прогрузка гильдии. Можно все глянуть. Прогресс. 10 из 10 мифик. Количество часов в неделю. Сколько тратится на рейды? 12,5 часов. Какие дни? Тоже все прописано. Почему тут идет по 15 дополнительных минут? Вопрос хороший. Наверное, в какие-то последние недели мы делали пул в 0,2 минуты. Он длился минут 7, 8, 10. И в итоге это считалось до 15 минут, скорее всего. Плюс 7. Мой часовой пояс. То есть, если вы в Москве, то будет плюс 3, само собой. Также можно глянуть абсолютно весь обзор по прогрессированию. То есть, когда какой босс был убит и, соответственно, на какой неделе. То есть, например, Визгунья, первый босс, убит на первой неделе. Далее, Альтимор на первой неделе. Алчичер изрушили на второй. Как он называется? Спасение Солнечного Короля на втором. Эдэ мифическом. Зимакс на четвертом. Нерва на пятом. Ну, очень долго умирала. Совет крови на седьмой неделе. Гризешмяк на восьмой. Генералы на одиннадцатый. Динатрий на пятнадцатый. Видосик с убийством Динатрия есть на ютубчике. Если кому интересно, можете глянуть. Также прописано количество пулов. Но на Динатрии оно как-то чуть меньше. На Динатрии у нас двести шестьдесят примерно пулов. Двести шестьдесят пять. Ну, окей. Далее. Сколько было времени потрачено на освоение этого босса? В принципе, такая же информация есть и в ExorcetRateTools. Но, само собой, чтобы глянуть эту информацию, нужно быть участником гильдии. Нужно осваивать этого босса и все такое. А так, то есть, вы просто открываете и смотрите. Также написано, первые пулы в каком этом левеле были. И при каком этом левеле был босс уже убит. То есть, начиная с Совета Крови мы просто-напросто КД продляли. Потому что лут с предшествующих боссов давал очень-очень мало улучшения. И нецелесообразно было просто-напросто убивать по новой там и Нерву, Зиму, Спасение Солнечного Кроля. Кельтаса. Вот. Так что, как-то так. А далее, если открутить вниз, можно глянуть, когда босс был убит. На какой неделе. Сколько пулов. Как это в среднем, да? То есть, идет. Сколько было затрачено времени на прогрессирование на боссе. То есть, через какое время он был убит. И, само собой, можно глянуть график пулов. Как я правильно понимаю, точки это пулы. А с линиями я что-то как-то не разобрался. Красная точка, которая будет показана в какой-либо картинке. Это килл босса. Всегда абсолютно. То есть, вот килл. Далее, вот килл. Справа картинка. Ну, это очень интересная картинка. За 2 марта. Такая остроконечная прям. Ну, прикольно выглядит. Довольно-таки красиво. А на грязи шмяке. Босс, которого я не осваивал. То есть, тоже все можно глянуть абсолютно. Совет крови. Тут что, три пула, что ли, было всего? Весело. И нервы. Можно абсолютно все-все-все глянуть. Абсолютно по всем боссам. И можно глянуть абсолютно любую гильдию. Хоть даже у нас логи и закрытые. Но информация-то открыта. Так как она берется просто-напросто с WoW Progress. Вот как-то так. То есть, можно изучать и на WoW Progress информацию. И видосики с ютуба смотреть. Но можно смотреть и на ProcStats. С целью детального изучения какой-либо гильдии. Можно увидеть РТ. Можно увидеть время киллов. Сколько было на что потрачено. И на какой неделе босс был убит. И при каком этом левеле. Это полезно, например, в тот момент, когда вы приходите к боссу. И у вас есть сомнения о том, что можно ли убить его в этом этом левеле. Ну, например, визгунья убивается в 203-м этом левеле. Казалось бы, мифическая визгунья. Ну, первые боссы в мифке всегда легкие. Такой вот сайт. Сайтик оставлю, само собой, в описании к этому видосику. Заходите, смотрите, изучайте. Прогрессируйте. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Продолжение следует.